внимание друзья я звоню новосибирск так здравствуйте катерина так все что я вас знаю что вы у меня купили три книги меня этим очень-очень умирили далее значит вы прислали еще свою фотографию с книгами своими вот я вдвойне вас полюбил эхма где моя молодость где моя молодость ладно перед на экране сейчас все кто будет смотреть фильм видят молодую красивую девушку кстати там же детские голоса в основном дети так пожалуйста говорите громче можно а впереди жизни или в железной коробке или в саду так нет понятно а ваши предки это наверняка выезжали землепасса как у меня или не были бабушка который уже нет вот все понятно с вами все ясно так итак вы будете зваться к катерина из новосибирска так мать двоих детей бою дни пустое нас позвонили вы сказали что вы хотите поговорить и посоветоваться давайте начнем сколько у вас участок так сейчас я вам расскажу я собираюсь вот сейчас уже буквально через месяц переезжаю в т.к. китайский край из новосибирска под белокувиху уже вовсю кипит работа по созданию эко поселения я не скажу что они все там анастасиевцы но анастасиевск они все знакомы они будут покупать участки у человека у юрия вот он создатель этого поселения первый участок уже разыгран и в общем я тоже собираюсь поселиться рядом с ними и я у них буду напрямую заниматься тем чем я всегда мечтала это высадкой ваших косточек не только косточек еще я хочу веточки заказать потому что косточки косточками этим буду заниматься лично я я ваши книги читаю а им хочется чтобы побыстрее поэтому еще заказывать деревца маленькие уже этим ваши дети насколько я знаю занимаются поэтому я подготовила запись по косточкам сегодня ночью вот сидела приготовила то что мне хочется получить от вас на первом этапе только на первом а самой земли у меня будет не менее 40 соток своей собственной а там это поселение оно так и называется садовое и и всем людям кто хочет там жить и самому скажите мне от хозяина тех земель хочется чтобы это поселение садовое вообще все цвело но там больше пяти гектаров поэтому предстоит очень большая работа очень большая я решила поверить естественно только вашим растениям вашим семенам чтобы это было надежно чтобы не подвести не себя и людей которые туда будут стекаться в течение двух-трех лет стройки потому что я вашу книгу сегодня вот до четырех ночи читала все книги там открою прочту там открою прочту до слез это все конечно потому что так давно я хотела уже начать и вот первый мой шаг это звонок вам ну что я вам скажу значит у вас вы начинаете с чистого листа если бы вас уже заранее научили то вам пришлось бы труднее с чистого листа это так легко все смотрите косточки у меня если брать целом прошел новый год я застрицировал косточки черешни мы сейчас будем говорить какой у вас климат это важно череш я застрицировал косточки мальджурских орехов так частично сливы все персики вот ну еще эти самые личины а абрикосы еще сухие им еще месяц надо подождать и тогда только я буду слицировать но я вам не советую купить сухими придется учиться знаете что такое 40 соток сказать начинаете допустим с ними трудно эти 40 соток осваивать сразу тут потому что их трудно охранять трудно выкашивать такое количество а там вас не будет лопаты вы будете только косить все когда сад будет развиваться вот и я всегда в таких случаях это же совет для всех у кого гектар 2 5 и даже 40 соток это почти пол гектара это тоже очень много вот а тут двое детей а еще рук не хватает нанимать платить вот я в таких случаях мой первый совет услышал вас да ну понятно семена моих схожесть хорошая абрикосы два месяца полежат у вас сором песке большая часть зайдет вот а потом куда вы будете девать рассаживать сразу на постоянные места это так здорово но это хорошо когда в семье 10 человек сегодня один завтра другой перекроет одного кто-то заболел кто-то в командировке это бы я еще понял но 40 соток которые будет осваивать вот это довольно сложно в таком плане значит и охрана и полив так и попробуйте его сразу спасти от мышей 40 соток замучаетесь травить их зерном и я таких случаях говорю есть очень хороший способ начать с малого и это малое сразу становится большим например вы берете из густотой помидор даже чаще высаживайте все чтобы у меня закажите вот это две-три сотки остальные пока под под бурьяном пускай если там была пахота пускай зарастает еще и лучше там же под землей начинается особенно после пахоты земля искалечена там под землей начинается своя жизнь то есть обустраивать все все наконец тишина наконец нет плуга наконец нет лущильника нет бараны ничего нет вот и там начинается спокойная жизнь и не надо бояться что участок будущий сад зарастят а вот две-три сотки вспахать и ни одной травинки первый и второй год это как будто грядка огородная где не должно быть сорняков сами знаете огород сорняков не терпит и вот такой у вас огород террасат будет для косточек абрикоса сливы вишни вплоть до персиков а раз я упомянул персики а перед этим черешня а скажите на милость я знаю что такое алтарь куда вы перебираетесь есть места где клянутся люди живые которыми верю что там даже ниже 20 не опускается а на прошлом вебинаре я показал мне прислал салтая фотография на ней минус 51 а вот где минус 51 там придется немножко аппетит ужимать правильно вот значит вот это надо момент а вы заранее то уже определились я садовод а вот какая там в том районе среднегодовая температура средне зимняя экстремальная вы можете сейчас сказать мне вот белокуриха все правильно сходится все тогда выращиваем абрикосы персики черешню вы меня подняли настроение потому что ну легче морально когда знаю что наши труды не пропадут слушайте дальше чему я клоню итак сама агротехника такая две три сотки распахиваете на первый год это я всем говорю потому что поверьте трудно очень трудно с пол гектара связаться кстати еще можно посмотрите нельзя ли там прихватизировать все несколько суток потому что у вас второй этап какой кать сказать выращивание саженцев на продажу я всю страну умоляю на колени становлюсь только у вас дела пошли почувствовали уверенность потом следующий этап наглость мы это вытесним всю эту сволочь с рынка вот наши саженцы будут настоящие вот они будут выращены в горшках на не будет меточка север юг корневая шейка мы каждому будем мы это вы будете вручать каждому вашему покупателю памятку а там будет написано даже вытащил с горшка разрезал горшок полиэтиленовый вот разрезал вынул с комом земли а вы знаете что большинство продают как втыкает горшок засыпает землю и сразу на рынок а чек привозят ямку выкопал аккуратно выкапывает а там же голые корни надо хотя бы год в горшке рос и тогда выкапывает человеку достанет ваш горшок из горшка ком земли аккуратненький такой вот посадит и все равно половину крона отрежет все равно и вот тогда вы станете знаменитостью вначале на алтай а потом во всей стране как макаров вот это у меня ученик он хоть и самостоятельный человек а все подчеркивает ученик железа и таких макаров должно быть вот вот следующий вот так вот я еще хочу самое я сейчас не беру детали детали вот они в книгах зачем я буду пересказывать самое принципиальное что значит с севера и запада забор повыше так уж постарайтесь два с половиной три метра ладно вот но за забором сразу будет эти самые собираться вы там надо уже детали забор не должен быть сплошным должен быть вот я показываю вот такие щели вот иначе хуже будет хуже я уже не буду детали начали никогда не захочу то есть то есть а зачем это рассказываю вы же самое грамотное третье книгу читаете ладно тогда без детали и так высокий забор обязательно с севера и запада потом значит когда вы начнете заниматься этим делом у людей сразу руки опускаются как вырастил один год а выпал такой снег что целиком закрыл вместе вот допустим они метровые вы поверите это бывает в Тюминской области в Томской у вас на Алтае и вдруг бах полтора метра полностью накрыло саженцы полностью чтобы даже верхушек нет весной они все переломаны тяжелый снег садится вот и вы представляете как руки у людей опускаются а ломает вот так вот этот снег вот такой знаете как молния показывают на электросчетах молния вот так вот так их ломает вот этот момент и самое важное да значит потом вы должны будете первый год садить ну получается половину в горшках половину без горшков так и почему без горшков часть из них должны остаться там навсегда вот эти две три сотки и там самое лучшее вы оставляете а две три сотки так на одной сотке две сотки ну в общем несколько десятков у вас уже будет на последнем месте сад заложен теперь следующий важнейший вопрос знаете как звучит а а то я сразу вас уже назначил подошел рановато давайте тогда так скажу вот у вас дети будут проблемы на что то надо жить работа можете ли вы сказать сейчас я вот хочу от вас получить супер сорта посадить чтоб они не замерзли и больше я к ним не подхожу вот как вы учите что если не подходить все равно вырастают без всякого хода или я у вас закажу половину культурных а половину наоборот самых диких уссурийских груш семечки сибирок семечки значит китайских слив косточки которая сам в мире и манджурские абрикосы простенькие вот эти сыновья манджурцы а потом я возьму и у меня будет потом свой семенной материал подвоем несколько из них дополнительно с перспективой но я вижу молодую девушку вот перспективой так а большая часть из них пойдет как уже как по двое то есть или я уже на следующий год выпишу из этого же сада а это гарантия приживаемости биологическая совместимость выпишу черенки а если он не дай бог ну мягко говоря не сможет выслать по какой-то причине у меня уже культурные будут и я с своих культурных сеянцев перенесу на сеянцы дикие и все равно сад будет пусть искромее чем железу но будет вот пожалуй то что я сегодня хотел вам самое главное сказать теперь жду вашу реакцию и так вы или прививальщик или вы попроще синица в руках или журавель в небе а а спасибо вот я вам прочту список который я составила так ну список вы потом пришлете а вы мне сейчас я попробую прокомментировать давайте давайте поймете в общем яблоня что я беру у вас сибирка годится побольше сибирка я написала сто семян но я думаю надо побольше ранетка одичавшая плюс ранетка оккультуренная приводим на ваше усмотрение второе нет 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 перебиваю вот вы три назвали да надо и как то мультфильме того побольше и того побольше и сосисок Pinary котлет побольше всего побольше но я вам советую на этом этапе культурные семечки не брать не покупать у меня да я вам больше сколько влезет вот ограничиться подвоенными в этом этапе ну а ну тогда т.д. ждать 80 лет первого урожая именно семечкового. Редко если 6 лет. А потом гарантии нет, вы с них веточки взять не сможете. Сможете, а они уже будут в два раза мельче или в три. Они обязательно будут полукультурные. Ну, не обязательно, а как правило, точнее. И вы можете вырастить совсем не то, что хотели. Давайте будем надеяться, что я в следующем году вам первую вышлю. Ну, вот культурно в качестве приводов не годятся семцы. Абрикосы годятся, сливы годятся, вишни годятся, а семечковые не годятся. Но вы потеряете время. Вы понимаете, вы привьёте, допустим, на ранетку, ранетку вы несколько выращите до оплодоношения в надежде, что они вот крупные, вкусные, несколько. А на селе привьёте. И получится, из культурного крупного получили полукультурку, привели на ранетку, ни то, ни сё. Соки, компоты, варенье, покушать можно. Но мы с варса должны стать лучшим в этом. Ваша надежда, в следующем году я бы вышлю, вот такие вот будут у вас яблоки. Вот я показываю. Вот это действительно, вам надо сразу, я всегда говорю, вот вы когда начали говорить про сотни, тех, подвоевая, этих сотни, я сразу понял, да, начали, да, тут самый случай, когда через пять лет, если я в следующую осенью, в следующую зиму вышлю вам черенки, через пять лет у вас будет лучший шаг, во всём Алтая, понимаете? Вот. Ну тогда не берите у меня семечки культурных груш и культурных яблок. Молите Бога, чтобы я был живой, в следующем году выслал вам черенки. А вы пока вырежьте подвои. То есть при бои вы мне вышлите позже, да? Если буду жив. Ну, понятно, значит, я вас услышала, поняла, Галерий Константинович. Ну, что у меня получается? У меня и по грушам то же самое, и по абрикосам, и по сливам, и по вишням. Я выписала только всех дикарей. У меня идёт уссурийская. Так, сейчас, чтобы это, вы обижаете мой сад. Итак, сибирка дикарь. Вот, ранетка уже не дикарь. Значит, уссурийская груша дикарь. Но сливы какие вы выписали? Говорите. Так, сливы я написала уссурийскую. Жёлтую, культурная. Культурная на подвойне используйте. Дальше. Вишня. Нет, нет, ещё со сливами закончим. А со сливами нет. Вот я только написала уссурийскую и Евразию 21. Так, Евразия 21. Косточка это культурная, годится. Вот, они у меня ещё есть. А, ой, не Евразия. Сувенир Востока лучше возьмите. Зачёркивайте, Евразия. Я вот и хотела, знаете, как с вами вообще договориться. Выписать-то я выписала по книгам о том, что вы советуете. Что если вы хотите такой сад самый лучший, значит, вы выбираете. Самые морозостойкие. Вот этот Брикос Манжурский, Амур Хабаровский, Академик и Чёрный Принц у меня написали. Ха-ха-ха-ха. Говорот Катарин. Здорово. Так. Давайте теперь я... Вы выпишите всё, что вы написали, всё, что желаете. Я сейчас перечислю. Итак, я понял. Вы собираетесь на следующий год перевать. Так. Значит, начнём сначала общими... А потом мы уже, когда отключу, вы мне пришлёте список, а я буду где поправлять. Мы ещё... Я вам поправил, вы ответ. Я снова поправил. Доведём до ума. На этом этапе я тогда скажу вам и всем общее понятие. Итак. Эти самые. Берёте... Это всем говорю. Пусть кто-то берёт ручку и запишет. Лучше всего взять на подвой мои. Первое. Кто будет заниматься привыками. Сибирка оккультуренная. Раз. Ранетка. Для того, чтобы на неё привать и всё-таки довести до ума 5-10 деревьев. То есть до ума это значит до плодошения. Груша уссурийская на подвое. И сварок на подвое. Груши. Но ещё сварок обязательно надо сделать так, таким образом, чтобы несколько довести до плодошения. Потому что он может быть и не вкусный, а может быть у него же рядом соседи сладкие. Может вкусный. Тут то есть, чтобы иметь уже свой как бы это... Свой ассортимент. Итак, значит, груша уссурийская на подвое, сварок на подвое и несколько доплодошения. Дальше. Загимаю сливы. Значит, жёлто-розовое надо заказать, потому что вкусное. А уссурийская жёлтое, значит, вкусное. Но на эту не прививать на жёлтое. Вот дальше. Китай как раз на сене лучше подвой. Так. Вот. И, наконец... Наконец. То есть у сливы единственная лучшая подвой китайка, да? Китайка красно-жёлтая и красно-синяя. Красно-жёлтая и красно-синяя. Прекрасно на них прививаются. Морозостойкость высочайшая. И они ещё и вкусные. Но красно-синяя, немножко с горчинкой, это только на подвой. А красно-жёлтая на еду и на подвой. Так. Со сливами разобрались. Так. Культурные надо ли? У меня есть косточки чернослива. Вот. Надо рискнуть. У меня есть косточки сувенира Востока. Этюда. Вот. Ну, дальше согласно этого каталога. Вот тут как хотите. Хоть по десятку, хоть по сто делаваших. Доводите до плодношения и ждёте чуда. Потому что некоторые будут похуже, получше. Но смешанный сад. У каждой есть папа. А кто папа, неизвестен. Вот. Вот это. Теперь абрикосы. Манчжурский абрикос. Я бы не советовал. Даже сейчас на подвой. Я бы посоветовал сыновья манчжурцы. Они чуть культурнее и лучше совместимы с моими роскошными. Так. Этих, естественно, по двое. Сын манчжурца номер раз. Сын манчжурцы номер два. Номер три. Номер пять. Вот эти. Теперь культурные. Можно садить. Вот я посадил себе штук пятнадцать этих шабых. Ну, наконец, не выдержал. Выбрал самые крупные академики. Самые крупные. Там сто грамм, сто десять грамм. И косточки пятнадцать штук посадил. Они все взошли. Вот. И я смотрю. А они все разные. Один у нас настолько видно явно плебей. А другой прекрасные крупные листья. Вот такой разброс. Надо ли вам? Будете ли доводить до плодношения? Ну, тогда вы сразу выходите на уровень. Если вы вот еще и эти посадите, академики, баи, королевские, фаины, и вдруг доведете до плодношения, Кать, ну, это уже такой уровень. Вы потом покажете в райском саду. Кто-то повторит, будет немножко, но еще лучше моих. У меня же, я показывал эти отдельную папку по России. Уже не у меня самые крупные абрикосы. У меня сто двадцать самые крупные, а Чернобаева сто тридцать. А в этом самом, у Людмилы, в Калининграде сто тридцать. А еще у кого-то сто тридцать. А у этого персики четыре раза крупнее моих. Доходим до персика. Итак, лучший подвод для персика мандрульский абрикос и китайская слива красно-желтая. И тогда можно еще волочные вишни присобачить. Но волочные вишни и так надо вырастить. Что это за сад? Ведь смотрите, волочные вишни вкуснее, чем просто вишни. Вкуснее. Раньше всех плодоносить начинают. Имеется в виду, уже в июле будете кушать. Представляете, как здорово. А на нее еще персику захотите, приверьте. Дальше пошли косточки черешли. Половина где-то получится так. Я уже договорил, потому что очень длинный фильм. Я знаю, как люди не любят их смотреть долго. Меня же ругают за это, за длинное. Смотрите, сейчас почти закончил. Черешня. Когда вы вырастите, они у меня уже срефиксированы. Должны возойти. Так. А вы смотрите, на дом лист огромный. Крупный. Точно черешня. Замерзнет нет? Не знаю. Не знаю. Вот. За 40 будет? Замерзнет. Дальше. Тут же рядом такая же косточка даст лист вишневый. Надо довести до полуношения. А вдруг эта вишня будет крупнее моей? Уже такие случаи есть. То есть вишня с генами черешни. Второй вариант. Или дюки получится. То есть полу вишня, полу черешни. То же самое. Посадили, ждете и забыли до полуношения. Между ними пусть будет полметра, метр. Порядить всегда успеете. И персики. И наконец персики. Привьете на те же самые маньчжурские абрикосы. Или на китайские сливы. Можно обновывать все вишню. Вот. Вот я все перечистил. Теперь от вас список. И дальше работаем в рабочем порядке. Уже не для этого. Уже тет-а-тет. Или как там говорят. В общем, я практически все сказал. Да. Белокуриха. Прекрасное место. Я так ждал этих слов. Думал, сейчас скажете где-нибудь. Ну, там, где пришла, откуда фотографии. Минус 51, минус 52. Вот. Но это вас не касается, надеюсь. Ну, что, будем заканчивать, Катя. Я имею в виду, как заканчивать. Мы закончим фильм. Так. Сейчас прямо. Вот. И сейчас я дальше другие дела поднажали. А пока у меня списочек. И адрес, телефон, что еще. Значит, фамилия, имя, отчество, список, чтобы было название сортов, количество. Но это не значит, что я тут же скажу, ура, я на вас заработал. Я еще буду, скажем, пунктом с вами согласовывать. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. Потому что я устал. Я говорю, ребята, вот вы уже чувствуете, что вы несколько сотен выпишите. А так будет готовый лучший сад в этом. На Алтае. Или один из лучших. Ну, сколько можно-то, когда кругом такое творится? Из любой тысячи саженцев погибают тысячи рыночных. Ну, что это такое? Когда же там конец придет? Я разговариваю с будущим питомникам. Если у вас дружно все взойдет, у вас будет другая головная боль. Когда это какая? Куда это все девать? Куда это все девать? Вот это будет. Я в свое время столкнулся с этим. Я когда посадил 1500 костик абрикосовых, маджурцев, да, это мой первый опыт, когда нормально стало развиваться, ну, то есть дерево стало давать десятки ветер, я посадил 1500 костик. Зашло 175. Так? 175. И даже тогда у меня некуда уже девать их было. Это потом я продавать начинал. Уже тогда. Пусть его 175. Но они-то принял, их приняло мой климат, их приняла моя земля. Понимаете? А остальные не взахли, ну и бог с вами. Не хотите, не надо. И вот это мне помогло, то, что я не стал мелочиться. Если бы я 175 посадил, у меня было бы их 15. И все, какой у меня к черту питом никого. А потом я учился. А почему? Я садил под зиму. А потом получаю письмо. Вы знаете, у меня не взошли ваши косточки. Я уже на вас подумал, что вы это самое, чуть ли не халтурщик. А потом я нашел эти косточки. Они все в одной норке были у мышей. А вы знаете, их особенность какая? Я потом проверил сам. У меня была весь фотография. Они потом не просто собирают, выкапывают с окочеками. Они кучку складывают. А потом смотрят, все доедино с дырками. Вот. И я только тем, что не мелочился, что посадил 1500 и получил 175. Вот эти 175, это теперь мой современный сад. И его потомки. Ну что, все, хватит. Молодая женщина, красивая. Вам будет по свиданиям делать, да, это. Вот. А вы за такое дело взялись. А, Катя? Я хотела, знаете, с вами поделиться одними своей наработочками. То есть у меня по мышам хитрый ход. А, Катя, Катя, Катя. Пусть будет второй фильм. Ну, хорошо. Давайте на этом закончим. Интригуем товарищем. Впереди разговор про мыши. У меня есть опыт, у вас есть опыт. Согласны? Пусть будет второй фильм. Ну что, я тогда это, заканчиваю. Можно? И мне убегать пора. Все. Я сегодня с утра два фильма снял. Вот. Особые фильмы. Особые фильмы. Это будет, знаете, как я их назвал? Один я назвал, значит, приезжайте к нам на Колыму, лучше вы к нам. Примерно так это, что Колыма, что Алтай. У вас там поселились, прям рядышком с вами. Ну, земля у вас дорогая. Да, да. Дома дорогие. Это страшно. Где рядом зарастают миллионы гектаров лесом. Бывшая земля. Называется сельхозназначение. Людям дарить нельзя. Раздавать нельзя. Вот. И она заросла лесом. Это тысячи бесценной земли. Бывшая пахота. Бывшая пашня, бывшие покосы. Страшно. Предательство совершено дикое, невероятное. Вот. 60 Анастасиевцев пытались в Минусинске поселиться возле меня. 60 гектаров земли. Два суда. Меня приглашали в качестве эксперта на суд. Шушенская. Бесполезно. Сарай построить нельзя. Туалет построить нельзя. Сейчас сплостной лес. Сплостной сосняк. Представляешь, Катя? Угу. Ну все, я даже не могу говорить. Сейчас давление поскочим. Все. Это кино заканчиваем. Можно на этом закончим? Да, конечно. А потом готовься ко второму фильму. Я уже на ты. Мы с моей мадной кровью. Так. Ну все, дочка. Сейчас вам список сразу передам. Через мессенджеры. Ладно, давайте. Давайте, давайте. Все, дочка, пока. У меня еще одна дочка теперь будет. Я счастливый человек. До свидания. А мы еще счастливее, что вы есть у нас. А, я как кот Матрошкин. А я теперь в два раза счастливее буду. Так что всех благ вам и здоровья. Спасибо. 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 У меня уже слезы на головах. Все, я стал чувствительнее к концу жизни. Пока. Все. Останавливаю запись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok